ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Тос Амигас! Вот и дозрел я до того, чтобы создать видео о том, какие премиумные танки в этой игре стоит покупать, а какие нет. Какой лучше, какой хуже и так далее. Хочу сразу сказать, что это видео бы не вышло, потому что если бы, вернее, каким-то волшебным образом у меня в Ангаре не очутилась вот эта машина MX-10P. Я ее не покупал, но она откуда-то появилась. Информации о том, что кто-то ее подарил, которая обычно приходит на почту, я не обнаружил. То есть, когда обычно кто-то здесь что-то дарит, будь то золото, премиум аккаунт на месяц или еще какие-то плюшки, то есть обычно всегда приходит письмо. О, насчет этой машины никакого письма не пришло. Никак админы окаянные взятку дать решили. Что-то у меня такое подозрение. Вот. Ну и в итоге я посмотрел, посмотрел, что у меня практически все премиумные танки есть, не считая, конечно, из премиум машин из коллекционных изданий и предзаказов. Этих машин у меня нет, поэтому их мы сегодня не посмотрим. Но все остальное у меня есть, потому что я докупил, специально докупил вот этот БТР, по-моему, это какой-то вариант БДРМ, который проект Армата разыгрывал. Не знаю, кстати, разыграл или нет. Получил кто-нибудь эту машину в свое пользование. И докупил еще арту. Ну, это, собственно, копеечные расходы. Ради такого видоса потратиться стоит. Тем более, что сильно участились вопросы в мой адрес, какую технику брать, какую не брать. Несмотря на то, что многие посторонние вододелы считают меня довольно дерьмовым экспертом, потому что я ракан, я не записываю свои лучшие бои, не озвучиваю их отдельно, показывая, что вот оно, как я могу 6 тысяч дамага накидать там. Вот. Но я как бы оставляю себе скриншоты, чтобы иногда вот ими козыреть. А, значит, расскажу сегодня, да, также еще покажу. Сам на нем играл только один раз. Вот этот танчик Т-92. Только ленивый, по-моему, или очень сильно неудачливый человек не получил этот танк на халяву, потому что бонус-коды на эту машину валялись по всему интернету. Я сам получил бонус-код на Алиэкспресс, когда купил чехольчик для телефона за 85 рублей. Паласмассовый. Вот. И расскажу про машину, которую дали за участие в бета-тесте. Как я понял, да, Объект 155. То есть, эту машину купить нельзя. Эту машину, вроде как, 92 купить можно у поставщика Софи. Вот она верхняя. Я не знаю, продается она здесь или для красоты стоит. Вот. В общем, какие-то машины, правда, будут из Черной Пятницы, а какие-то будут обычные, потому что МБТ я купил немножко до того, как начался хит-парад распродажи этой техники. Ну что ж, начну по порядку. А, да, самое главное, что еще попутно я буду сравнивать премиум машины одного уровня и одной ценовой категории. То есть, допустим, Эббот и Лав, вот этот, и Лавка 150, они одинаково стоят. Они одного уровня, несмотря на то, что один из них САУ, а второй из них не САУ. Но, то есть, они продаются и стоят они одинаково денег, так же, как и ЖАЛа и вот тот АМХ, который там есть. Для тех любителей, которые начнут спрашивать, как можно сравнивать машины разных классов, сразу поясню, что сравниваю я машины, которые в первую очередь по фарму, потому что премиум танки не покупают для фана, удовольствия или чего-либо еще. Их в первую очередь покупают для того, чтобы фармить кредиты. И вот о том, какой ценой на каждой машине достаются эти самые кредиты и в каких количествах, и будет идти речь. Кроме того, хочу, чтобы вы обратили внимание, когда будут на экране высвечиваться полученные опыты и деньги, на то, что у меня сейчас активирован бонус плюс 25% к зарабатываемым бабу лесом. То есть, мысли на четверть или на бумажке в столбик, как в старые добрые школьные времена, четверть доходов и четверть опыта, если вам он нужен, если вы его потом будете переводить. Не знаю, может вы с дочерью миллионера спите. То есть, четверть отнимаете и... Господи, я уже думал, чейнинг татум сидит. Вот, четверть доходов отнимаете и получаете верняковую сумму, которая должна была бы быть, оказаться в моем кармане без всяких бонусов. Ладно, в общем, начну по возрастанию. Начнем с малыша Т-92-го. Понеслась. Ни с того, ни с сего пришлось попариться на этой тачанке в очереди аж 2 минуты. Значит, первым делом, что, поскольку я на этой машине не играл и в ангаре ее не рассматривал, нужно сравнить по-быстрому пробиваемость бронебойных снарядов и кумулятивных. Видим, что у кумулятива в идеале 148, у бронебойного 161, поэтому можно стрелять на этом уровне кумулятивами, поскольку экранов на этом левеле еще нет. Хочу также еще заметить, что я экспериментирую до сих пор с настройками графики. На этот раз записываю игру в 60 фпсах и включил, выкрутил сглаживание максимальное. Фпс просел до 40, но главное, чтобы картинка не сыплась, потому что я, походу, единственный на ютубе несчастливый обладатель карты 970 печки, у которого картинка умудряется от чего-то сыпаться, сыпаться просто в отвратительную кашу. Я не знаю, что с этим делать. Я пробовал даже самые низкие настройки. Честно говоря, в основном для этого я и записал видео про раков и вреде ПВЕ. Но я давно хотел насчет этого высказать свои мысли, но заодно я сделал там самые низкие настройки и все равно картинка стала сыпаться. Я уже, честно, не знаю, с чем это связано. Дрова у меня стоят самые последние видеокарты, не самая плохая. Я пробовал записывать разными программами, не знаю, в чем секрет того, что изображение сыпется как последняя падла, особенно на картах, где есть вот эта чудесная прекрасная трава и замечательные-замечательные деревья. Никто почему-то не едет на левый фланг, потому что, наверное, здесь играют первый и второй левел, и они вообще не в курсе, что есть левый фланг, что можно ехать еще и влево. Не только на этой карте, возможно, но и вообще они, в принципе, не в курсе, что влево можно и нужно иногда ездить. Или, может, это такие принципиальные, которые налево не ходят, хрен их поймешь. Тут же кто-то кинулся сливаться, что-то тут какие-то спецэффекты, чьи-то косые выстрелы. Опа, засветочка. Сейчас, значит, снаряд прилетит какой-нибудь в 40-ка танкер. Нет, нет. Вообще странно, что заметностью этого танка в описании написано, что у него кайфовый низкий силуэт, и при этом у него заметность такая довольно хреновенькая. Могла бы и поменьше быть. Нет эффекта. Переходим на бронебойные. Не судьба, видимо, 64-ку пробить. Ну вот, собственно, враги уже слева-то и выехали. Внезапно, неожиданно для нашей команды. Наша команда сейчас, наверное, впадет в шок, в ступор и столбняк, потому что нифига себе, оказывается, слева была дорога на этой карте. Странно, что сейчас вражеский танк загорелся ярким, что, типа, он на прямой видимости. Однако я его, что, через кусты не спалил, а неумело 226 кумулятивом в чердак. Ту же вражеский снаряд взрыхлил. Хотел сказать, блядь, почва, вау, тоже кумулятив прилетел 226. Не, ну, конечно, оставшись без поддержки своей замечательной командой лучшей на свете. Это команда просто, я не знаю, Барселона, мира Armored Warfare. Местный Реал Мадрид, я просто в афиге. У Реал Мадрида, когда там был Роберто Карлос травмированный, левый фланг тоже не играл. Какой там, слушайте, принципиальный игрок. Он сидит и меня ждет, когда я высунусь. Он просто, о, из картохи пришел, наверное, ептать. Пятый левел прокачал там себе. Стоим, ждем. Забросили удочку, как рыбачок. Сидим, ждем, когда поплывок затеребонькается. Но... Наша команда продолжает меня игнорировать. Я, понятное дело, не в авторитете. Я еще неизвестен. Был бы я, как Джофф. Я бы один раз блинкнул на эту карту и сюда бы, не знаю, Супермен прилетел, наверное. Смотрите, они едут, куда ехали. Им похрену. Я задам им откровенный вопрос, знают ли они вообще, что такое мини-карта. Ой-ой-ой, на пулеметного опасно высовываться. Я не думал, что он успеет мне столько накидать. А мы вот так, что-то коммунитив, как-то совсем ему бедно-бедно нанес дамагу. Еще 200, все. Теперь, кто из нас первый вылезет, тот и помрет. Но меня сейчас в спину заберут, я думаю. Да, так оно и случилось. Полторы тысячи дамага на этом уровне. Ну, не знаю. Учитывая, что я в соло держал фланг, играя за команду Зенит-Санкт-Петербург, потому что мы на карте голубые, а против нас красные. Наверное, Спартак нас давит. Давит левым флангом через Жаркова. Сухо. А, Виталик. 1981. Что ж ты стоишь тут, Виталик? Что ж ты не поехал поближе, ты не помог? Тут же Виталика принялись окучивать по ягодичкам. Виталик сразу обоссался потоком красных жизней и финального леща еще на 175 или на сколько там, на 173. Виталик отъехал. Виталик идет рассматривать ангар, строить в базе вертолетную площадку. Следующий наш мужественный защитник, игрок под ником Космы, стреляет для... пукает в сторону врага для Астраски, на вскидку не прицеливаясь, пытаясь загнать их обратно во враг, но не тут-то было. Количеством в неравной схватке Космы был взят. Или Космы, я не знаю какого. Оду лели прямо в лобешник. Тут идет неравная Бадалова в клинче между Вовкой и Мышеловкой. И Вовка-32 дрюкнул Мышеловку в борт. Но упорные противники пытаются отщемить у нас базу, поэтому мы находимся в проигрышном положении. Да что уж там мы... Мы уже стоим раком к нашей жопе, подвели член. Сейчас засадят 30 секунд до внедрения. Смажьте булки, пацаны. Наши в ответ пытаются захватить базу вдвоем. Они, видимо, не видят, что под шкалой, под вот этой полоской есть цифры. И наша база будет взята через 16 секунд, а мы их захватим только через минуту 15. Но, конечно, это не повод бросать захват базы. Захватывать базу надо до последнего. До последнего бьется Вовка-32 и игрок под ником UA342A1A612. Поражение. Кто бы мог подумать, но мы старались как могли. Мы пытались. Мы пытались это сделать. Все было против нас. Трава была, зеленая дорога, ровная деревья. Закрывали вид. Снаряды летели мимо. Птицы срали с неба. Аминь. За этот бой со своим 25% бонусом при поражении АВС 58 косариков Баблинского. Что, в общем-то, равняется примерно пачке семечек. И то, если с бабушкой на рынке поторговаться. В принципе, нет смысла ездить в бой на этой машине. Еще раз, машина, откровенно говоря, так себе. Она значится здесь как легкий танк. Хотя, по сути своей, что-то на легкий танк не очень-то похоже. Скорость унылая. Заметность. Хотя, 74 74 километра в час развивает эта машина. Я объясню. Просто на испытаниях эту машину скинули с самолета без парашюта. А внизу гаишники замерили ее радаром. И она в свободном падении разогналась до 74 километров. А вот для сравнения мы откроем танчик второго ЛЛТ-54 и посмотрим, что незаметность... Ну да, в принципе, у Т-92 неплохая незаметность. Однако, его заметили. Его заметили раньше, чем он просто даже не знаю. раньше, чем он Мосьо-то свою с базы высунул. Ладно. Не повод горевать. Слив есть слив. Тем более, машина халявная, поэтому и фармит она довольно халявно. Я думаю, что с тем же успехом можно фармить на этом левеле не на премиум-танке, а на обычном. Причем, даже большего успеха добьетесь ввиду того, что он будет полезнее для команды, чем эта инопланетная корыта. Вообще, это какое-то американское пародие на батт-шатильон, если вы понимаете, о чем я, господа картошечники. Ну и дальше уже идут машины, которые действительно уже стоит рассматривать как соперников. Это арта третьего левела Эббот и лавка 150-я, сделанная на базе БТР-ки, на которую поставили какую-то более-менее сносную пушку. Сразу скажу, что на арте приходится стоять в очереди, потому что это арта. Здесь арта всегда стоит в очереди. Пока вам найдут соперника на таком же ведре такого же левела, приходится ждать минуты-две. Это уже значит, что машина для фарма не подходит абсолютно, потому что где-то видно, чтобы для того, чтобы пофармить, надо было в очереди стоять. Ведь как обычно происходит фарм, вы заходите в бой на своем Т-90, сливаетесь, как последнее днище, понимаете, что теперь вам нужно пойти где-то заработать на ремонт этой колесницы богов и заходите в бой на своей премиум-тачке. Но не тут-то было. В Эбботе вы зайдете не в бой, а зайдете в очередь и постоите там еще пару минут. Зато у него фары хорошие. Вот если будете в ПВЕ играть, там они светят. На кнопочку H подсказываю. В свою очередь лавка 150 отметилась одним значительным минусом. У нее только одно оборудование можно поставить, но при этом это истребитель танков и поэтому со всеми вытекающими она дамага накидывает за бой куда больше, чем арта. Вскрылся небольшой косичелло. Если вы откроете информацию с установленным модулем вот этим, который у меня время перезарядки на почти 5% убавляет, здесь написано время перезарядки 5,10, но в бою таймер стабильно показывает 5,40. Не знаю, то ли это оборудование этот оборудований не работает, то ли таймер стрельбы в игре сильно глючит, падла. Ну ладно, встанем в очередь на Эботе. Не прошло полгода, как все-таки арта зашла в бой. В общем, фармить деньги на этой арте это все равно, что заниматься балетом в валенках. Вы посмотрите, просто куда меня кинуло. Я единственная арта 3-го левела, против меня арты 4-го. Надеюсь, что это днище, их можно удивить тем, что моя там маленькая арта имеет барабанную систему зарядки, так называемую. Игроки из картошки понимают, о чем я говорю. Ой, блин. Вот, на самом деле, если... О, у них кто-то утонул, мы имеем преимущество. Лютое преимущество, кстати. Если начнется перестрелка по трассерам, то арта, у которой не барабанная зарядка, она имеет преимущество, потому что арта, у которой барабан, она, как правило, разряжается с места, она стоит, разряжается, разряжается и успевает поймать плюху. Плюху вражескую. Очень долго у этой арты крутится башня, очень долго она задом едет по воде, очень она вообще долго едет. Вообще, в принципе, говно, и то еще. Вот, смотрите, в кого летит. Все, конечно, в меня. Но, если кто смотрел мое первое видео, сау-гайд для чайников, для того не составит особого труда увернуться от этих говнюков. Хотя, брызгами, осколочно-фугасами они все-таки меня достали. Честь им и хвала, господи, заняться больше нечем, кроме как обижать маленькую, зачуханную, богом обосранную, арту. Есть небольшой минус в звуках. Дело в том, что выстрел вражеской арты на миникарте происходит с таким же звуком, что и просто обычная метка игроков. Я иногда просто не смотрю, а слушаю, и слышу, что пиликнуло. Начинаю, как это называется, интуитивно уезжать, рефлекторно. А это, оказывается, наш игрок решил по миникарте блинкнуть. Вот, так что я бы, пожалуй, скачал какой-нибудь мод, который меняет этот звук на что-нибудь другое. Попробуем насыпать сверху, попробуем обосрать шлепками говна из этой арты, вот этого леопарда, которого только что как раз бахнула наша союзная арта и напугала. Хорошо, что мой выстрел поставил его на гусеницы, но прямой наводкой в него не попасть, потому что он... А, вот, все-таки бахнул. Он стоит за складкой местности, туда хрен, хрен, чё закинешь, так его брызгами... Вот как, как он сюда закинул? Вот мне объяснить кто-нибудь, как он сюда закинул свой грёбанный снаряд? Это вот это, что ли? Высунул свои сусалы, ну, да, конечно, мои выстрелы летят просто, просто метко. 37 дамага, 71 дамага, но это такая, гол престижа надо было забить, чтобы он знал, что я слежу за ним, и чтобы он не высовывал свои щи из-за этого камня. Так, вполне безопасно, можно накидать вот этому малышу, если он, конечно... Да не, что он стоять, что ли, будет? Стоит, смотрите, стоит. Достоялся, 141 дамага. В дамага приёмник вписано. О, он ещё, он ещё с добавкой, нет? Интересно, можно вот это нафта-юнит это снять нахрен отсюда выстрелом? Устранить этот рекламный баннер? Пытаюсь на упреждение... Что ж ты остановился-то, господи, что ж ты, что ж ты встал? Да, в основном приходится сплэшевать, даже нубы под арту не вылезают на этом своём третьем левеле. Но вот если бы кинуло чисто к тройкам, да, и там арты бы не было вообще, вот этой вот гвоздики всякой, было бы, конечно, попроще, получше. Но куда кинуло, собственно, там, походу, танцевать-то и придётся. Вот опять, опять из-за этого камня эта арта пытается что-то, что-то сделать. На этом уровне у арты ещё нет световых снарядов, поэтому я не могу сам себе подсветить. А между тем, пора отсюда сдриснуть, потому что враги на подходе. Но пытаться убежать на этой арте это всё равно, что я не знаю. Пытаться выиграть гонки Формулы 1, будучи эстонцем, что-то такое, хочется мне сморозить, чтобы все поняли, о чём я, и сказали, о, как ты умён. Чёрт. А, в задницу ко всем хренам. Давай хотя бы на ходу. Уберите его, он же меня сейчас засветит. И тут нашу вторую арту начинает окучивать Леопард 1. Ну что ж, пожелаем ей расслабить булки и получить удовольствие. Не знаю, почему она не бросилась бежать. Видимо, она решила впасть смертью храбрых. Можно, в принципе, попытаться и помочь, если поворачивать башню вместе с корпусом в эту сторону. Куда-то он пропал. Пока поворачивалась моя арта, уже все засветы пропали. Да, М109 геройский пал. Геройский пал по глупости. Да, 722. Ооо, а вот и понятно уже, да, наш скорпион, естественно, вместо того, чтобы меня зачищать, пытается спасти свою жопу, на котором у него находится смертоносное жало, которому он все-таки соизволил произвести выстрел по врагу и убить его к чертовой матери. Но перед этим я отчетливо видел, что он пытался сдриснуть. Так что меня спас, наверное, не столько скорпион, сколько господь. Так, свингфайр. Вот этого товарища можно было бы бахнуть артой, поскольку он стоит и сводится, чтобы выпустить свои могучие ракетки. Но без света это сделать будет трудно, наверное. Да нет. Поскольку свингфайр имеет динамику холодильника Саратов, попасть по нему казалось весьма просто. А вот поэтому беспокойному товарищу, который постоянно куда-то едет, пробили на 35. И тут же кирпич небесный летит на то самое место, где только что находилась моя задница. Как же они догадались, что я там был. Чертовы, чертовы экстрасенсы. Так, а между тем я уже объехал. Между тем я уже сам могу накинуть по этой надоевшей арте. Вот она сразу тронулась с места, увидела, что мой кирпич полетел. А ну-ка убери свой чемоданчик, сволочь. 32 дамага, это просто, это пощечина. Я надеюсь, что он как истинный христианин поставит, подставит. Вторую щеку я по второй еще на 32 втащу. Херак, и у меня колесо спустило. Видите, вот как он ванганул, что я тут еду, не знаю. И тут же вторая плюха летит, они там не по скайпу не долет, пороху в снаряд не доложили, это повезло, это большая удача. Что-то этот пивоваренный завод вообще меня не защищает, почему их снаряды не попадают в трубы. А тут наша 62-ка решила, что неплохо было бы встать на захват. Потом она подумала, что нахрена мне и начала с него уезжать, как я понимаю. Нет, она стоит, она ездит кругами, думает, что в движении время летит быстрее и база захватится раньше. В принципе, у нас есть все шансы победить, потому что у них есть две арты, которые не очень толковые, и они всю дорогу стреляли по мне. А судя по моему здоровью не набили не так уж и много. Так, а теперь самое время встать под мостик и накидать, и воздать, воздать должное этой гвоздики. Меня выпалило, выпасло, типа. Летит, 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 прилетело. Мы лишились гусеницы, да. Это очень стрёмно, что мы лишились гусеницы. Так, гвоздик обнаружили, ну что? Бэмс! Праздничный салют оторванной башней. Отлично. Одним, одним конкурентом меньше. Дышать стало, свободней. Население минус, минус сколько там, экипаж минус три. Ох, хоть бы картинка не сыпалась, хоть бы картинка не сыпалась, надоело. Так, леопард, леопард. Ш, ш, ой. Да, леопард за смертью ехал. Прямо скажем, вообще-то их арта была где-то здесь. Советую её поискать. ЛТ в Ираке, пишет кто-то. В чат у нас один, ЛТ это Скорпи, Скорпик. И он не Рак, он Скорпион. Это как Рак, только у него есть ещё хвост и жало из жопы, которая выросла, ну вы знаете. О, нашли им 109-го. Не успею, не успею взять медаль захватчика. Сейчас, Скорпик, не вылезай, сейчас я его контрапуплю. Он меня сколько тут нервов вымотал, а? Господи, как он дёргается туда-сюда, я даже прям не знаю, как на упреждение стрелять. Он то вперёд, но он, это наверное баба, которая впервые села за механическую коробку переключения передач и пытается осуществить параллельную парковку. Скорпион бахнул. Я что-то вот это сейчас вообще не понял, как, как он это сделал. Это валхакер, ёптать. Читак, я напишу ему, что он читак. Потому что, это невозможно просто без сведения сюда садануть и попасть. И попасть именно в меня, это бред собачий. Боги отвернулись от меня и решили обоссать. Стримота. Короче, 800 дамага, арту брать не советую, она нахрен не нужна, вы на ней ничего не нафармите. Ради фана её покупать за реальное бабло тоже не стоит, потому что, ну, вы вкачаете пульмарию, вы вкачаете акацию, будет то же самое. Точно такая же барабанная арта, только с нормальным дамагом. Вот, с нормальным дамагом, которая нормально накидывает по врагам, кстати, точно столько же денег даже побольше привозит. Вот, и у неё и будут световые снаряды, поэтому этот эбот, он вообще смысла в этой игре не имеет. Какого-то особого кайфа от того, что вы играете на арте аж на третьем левеле, да, не на пятом, не на шестом, а вот вы единственная арта третьего левела, то никакого кайфа нет, ничего он не даёт. У максимальной точности. Да, у меня только сейчас перки появились, но они особо ничего, особо ничего не дают барабанной-то арте. Отлично. Теперь её конкурент по уровню, по цене и уровню и премиум статус это лавка 150-90. Но я уже говорил, да, что это какой-то БДРМ или БРДМ, как там правильно говорить. Видимо, что-то сделанное на базе отечественной БТР-ки. Апгрейднутое, наверное, где-то за бугром. Давайте проверим, насколько я прав. ЛАВ-150 МРЦ ХУЛ-01 ДЕСК, что в переводе значит, да, это советский БТР с поставленной на него крутой пушкой. Ладно, смотрим. Случился небольшой фальш-старт. Видимо, игра подумала, что у меня сегодня день рождения и кинул меня просто в халявный бой. Вот, кстати, арта третьего левела тоже в топе оказалась. А что же меня в такую жопу засунули? Видимо, в прошлом бою меня тоже с кем-то перепутали. Наверное, с Борей Моисеевым подумали, что мне нравится, когда меня в жопу пыхают. Пехают, блядь. Хрена не угадали, мне не понравилось, поэтому в этом бою я буду в топе. Но я думаю, что придется записать еще один бой, потому что, потому что, потому что невозможно так оценить. Эти две машины так не сравнить, они были в абсолютно равных условиях. Вот этот человек, которому я прошу разработчиков выдать банчата навечно, ТИЗ-38РУС, пишет ЛОК МИР, и как будто он не знает, что арта у нас в команде единственная, он уточняет, гравитолог. Ну, было бы странно, если бы эта арта предложила МИР ПТ-76 какому-нибудь. Прикиньте, арта пишет такая, вот это, Вася-666, МИР? Ха-ха-ха. Тоже, что ли, написать, блядь? Буду троллить. А что еще делать? А, да, кстати, надо кумулятиву включить. Это же полная жопа разорвала, это будет бой по фану, я поеду вперед и сольюсь сейчас, чтобы наша команда не сильно радовалась, что такой папка, как я оказался, оказался с ними. Цель танк в башню херак. Ха-ха-ха. Кстати, он в ответку бахнул. Опа, 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 ой. Блядь. Ой, мать моя женщина. Эта машина очень хорошо разворачивается на месте, поэтому водителю ни в коем случае не покупайте, не берите навык скорость поворота вообще ездить, а на этой машине невозможно будет. Он всем весом на руль с гидравликой походу наваливается в этом случае. Команда сильно отстает, вот эта машина она не имеет такой потрясающей суперскоростной динамики. Могу только сказать, что это второй бой на этом колесном тракторе и первый мой бой был против игроков третьего левела и там я в общем-то набил 3000 дамага, собрал все медали какие только можно и разведчик, и снайпер. И разведчик, и миньеча. Вот и короче снайпер-воин так понятнее будет. Бам! Ой, блядь, да что ж такое-то? Где наша команда? Ну почему они стоят где-то в зад... Для кого я спрашиваю, господи? Это грибы-мутанты. Это, это... Страшные подарки чернобыльских родильных домов. Так, ну, 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 ну. Где тезисы как бы какие-нибудь? Вон, у них и то яйца больше, они вон уже в атаку во всю прут. В кого целиться? Да ну нахуй. В меня ж ты. Сейчас снаряд в другую сторону пролетит. Ох ты, ёб твою мать! Это что за... Это чё такое вообще? Это чё, это... Это нихрена он тут пристраивается? Слышь, ты хоть бы поплевал, блядь. На шишечку-то. Вон, чей-то... Чей-то же Пердгаген там торчит, выпирает немножко, пришлось ему прижечь хабариком горячей гильзы ягодичку. Ну чё, ещё будет чай в жопу оттуда выглядывать? О, давай. Ах ты, сволочь, ты задумал что? Ладно, живи пока. Цель вражеский БТР. Цель вражеский БТР. О, нет. Мало торчит, но мало. Тут наша пулемётная тачанка пытается обоссать Т-54 из своего гемипенисного пулемётика. Я не знаю, чё это... Да, это, наверное, ему приносит какое-то эстетическое удовольствие, потому что дамагу он нихрена не нанёс. Естественно, на 54-ке покеру на то, что здесь какой-то комар пищит. Придётся ему прописать контрольный лещ. Походу, наша команда решила всадить этот бой. Ай, да ну ёп твою мать! Ну где прикрытие хоть с одной стороны? Хоть с одной, сука, какое-нибудь блядское прикрытие. Ёп твою! Да, бой удался. Ну просто, я не знаю, можно было бы, конечно, стоять в кустах, но тогда этот бой шёл бы вообще половину сраного года. Я не знаю, к середине 2016-го только это видео бы закончил, потому что, посмотрите, где стоит наша команда. Вот этот вот человек, он отсюда вообще в кого стреляет? Вот этот, чё ему отсюда видно? Ему видно эти имена, имена врагов, значит, они скоро приедут. Вот этот вот, чё он стоит здесь? Это я понимаю, этот в сильнейшей засаде в глубоком тылу. Я не знаю, он, наверное, думает, что он радист. Это, наверное, чувак из улитки. Он вдумчиво, вдумчиво играет, выиграет в эту игру. Он привык, что это к миру ваншотов, что любая ошибка станет. Первая же ошибка станет роковой. Но вот он набрался смелости, проехал 15 метров вперед и снова встал. Наверное, движок заглох. Тут же его пытается обоссать из пулемета какое-то говно. Нанесла ему 10 урона. Видимо, зеркало заднего вида снесла, я не знаю. Он продолжает заниматься привычным делом. Он тупит. Тут вообще какой-то говнюк, видимо, зашел в бой. Зашел в бой и свернулся и смотрит кино, пока в очереди стоял. Еще один плавающий танк 76 начинает гореть. Видимо, огнетушитель для него непозводительная роскошь. Еще один ПТ-76 стоит. А, я на него уже кинул. Т-92. Вот сейчас мы посмотрим, как нужно играть на этом танке. Бам, он наносит фугасом 92 дамага. Правильно? А теперь вообще нихрена не наносит. Ты зря фугасы выключил. Я понимаю, теперь почему ты на фугасах играешь. Снова выстрел, снова без дамага. Это, видимо, кумулятивы. Пошли в ход. И в геройском таране в стиле летчика Гастелло. Он покинулся и бренный мир. Снова мой любимый тупой танкист на 54-ке стоит, подставив борта под ссаные пулеметы и выхватывает дамаг. Но хорошо, у тебя хоть смелости хватило от этого здания отъехать. А, я их перепутал. Это братья-близнецы Тупердяевы. Они очень друг на друга похожи. Они стоят вместе. И сдохнут они тоже вместе, не принеся вообще никакой, даже ни миллиметра пользы. Смотрим, как геройски погибает этот танчик. По нему так для пулемета, для астраски поискрили, а потом уже бахнули из крупного калибра. Но остался только спящий ПТ-76 и бздящий арта-гравитолог, которому предложили мир и назвали Чмом. Почему Чмом? Он кого-то убил? А, наверное, у него фраг закрысили. У арты скрысили фраг. Это даже звучит смешно. Ладно, понятно, увидимся в следующем побоище. Вот, кинуло в достойный бой, где имеет смысл поднапрячь ягодицы и затащить этот бой. В прошлом смысла вообще никакого не было. Когда я вижу машину третьего левела в бою с первыми, я ожидаю, что они вообще не будут меня пробивать. Но нашлись богатыри и там. Поэтому был слит этот бой. Собственно, кстати, если вам нравится это видео, надеюсь, что вы отключите от блока и посмотрите хоть одну рекламку. Потому что в преддверии Нового Года они особенно хорошо стоят. Так, значит, надо что делать-то? Надо посветить. Я, конечно, истребитель танков, но стоять и ждать какого-то блага небесного от наших светляков смысла никакого. Хотя вот этот Хобот, или как его называют с машиной? ХМ-800. Хобот, ёптать. Хобот едет уверенно в сторону врага. Хочет дать свет. По которому, вероятно, кто-то вообще, кто-то кроме меня будет стрелять, чувак. Мы тут вдвоём. Кидаем плюху. Получаем, блядь, в ответ вообще охуенные плюху на 326 дамага. Супер, Хобот. Мы отличное с тобой дело сделали. Причём 62-й откуда-то бахнул. Я забыл, что на этом днищном уровне враги пытаются с дамбы стрелять. Поэтому пойдём в эту зону камней. Вообще у машины незаметность на самом деле очень хорошая. Я не знаю, как её высветили каким-то непонятным мне чудом. У кого-то там просто супероптика стоит на танке. Вы посмотрите, я еле-еле краем засвета касаюсь линию врагов. И тут же кто-то, видимо, моя антенна видит с расстояния 2 километров антенну, которая торчит из моей башни. Она очень палевная. Я бы её отломил нахрен на месте водителя. Но тогда мы, видимо, не сможем слушать радио Ваню, блядь, в этой машине. А в этой машине можно слушать, имеет смысл слушать. Только это радио, дым, дым. Всё, нахрен, я понял. Лезть сюда смысла нет. Палят откуда-то со стороны баков. Светят в одни ворота. Сдаём задом. Машина не валяшка, ничего не перевернётся. Всё. Все на 4 лапы спрыгнули и валим отсюда. Искать счастье в других краях. Ещё одна плюха на 326 дамага прилетит, и я совсем расстроюсь. Но пока что размен вполне удачный. Нанёс 600. Огрёб 400. Жить пока можно. Можно жить ещё 497 жизней. А, я вижу там впереди Паттана. Надеюсь, что это... О, ещё кто-то сейчас там вылезет. Кто-то очень быстро... Кто-то очень быстро проскочил мою простреливаемую зону. Я недоволен, я негодую. Ситуация меня абсолютно не устраивает. Может, здесь между... В щельку между домом и камнями нет. Ничего не видно. Едем дальше. Попутно срубаем ёлочку. Скоро Новый год. А можем берёзу зацепить. Какая хрен разница. Ну и знак стоп-сигнала тоже можно нарядить в светящиеся гирлянды. И станцевать вокруг него хороводец. Фланг, кстати, здесь абсолютно брошенный. Брошенный как... Я даже не знаю. Брошенный как хатика грёбаный. Надо валить отсюда. А то тут сейчас придётся отработать за всю толпу. У них там они давят. Вон, смотрите, кто-то сейчас обоссуд нашего единственного защитника, который там нажалу С. Куда ему там нажалу? А, это наш четвёртый. Он тоже прихренел, что он единственная четвёрка в этом бою. И решил забожить. Но, судя по тому, с какой скоростью от него отлетает здоровье, обожить ему осталось недолго. Видимо, враг нащупал пятку этого Ахиллеса. Да, жало С было снесено. Но вот этот чувак классно баблом вложился в истребителя танков, чтобы на нём сливаться, ездить. Наверное, до хрена фармит. Ёпта богатей, наверное. Я понимаю, что чья бы корова мягчала. Да понятно, чья моя мочит. Бам, дамаг. Сейчас, сейчас, сейчас. Они друг друга сейчас уделают. Да, ему не понадобилась моя помощь. Помощь опытного бойца. А что, УВН не очень, да? Хорошо, что УВН не завезли на его машину и в лихой погоне, которая вообще, не знаю, могла кончиться чем угодно вот в этой страшной погоде и погоне я его всё-таки одолел. Чуть ладони вспотели так, что чуть мышь в руках не закоротила. Сколько мышка компьютера может током бахнуть? 220 есть? Да нет, откуда там. Ладно, надо подкрасться теперь к вот этому дракону 90. Опа! На вскидочку в ответочку и уносим свою жопу отсюда. Вот что он здесь делает? Вот стоит один, он не помогает своим товарищам. Он просто... Я понял, это засада. Это... Это гаишник, наверное, играет в эту игру, стоит за поворотом. Жало ваш рак, как и наша команда. Это самый странный способ обосрать свою команду, сравнить её с кем-то из врагов. Жало ваш рак. Надо посмотреть, что набил вот этот эктоморф сам. Эктоморф написал бы сразу дрищ или хрящ. Слушай, как он чётко стоит, вот этот вот Фрин-4. Несмотря на то, что он своей команде пользы не приносит абсолютно никакой, башню он поворачивает просто... Просто как будто на запах, я не знаю. Как овчарка нос на запах. Так он свой ствол поворачивает в мою сторону. Попробуем сверху... Сверху зайти. Но я думаю, что он меня сейчас сольёт на самом деле. Но мне просто впадло ехать в объезд. Фрин-4, может быть, он куда-нибудь сместился? Нет, он стоит. Я подожду, чувак. Хочу, чтобы тебя отдуплили на моих глазах, наглая сволочь. Сейчас, сейчас. Там драгону осталось в последний раз на ладан вздохнуть. И следующий будешь ты. Вот, он меня высветил зачем-то. Типа, думаю, что я сейчас высунусь, и он меня заберёт. Ха-ха-ха. А он последний остался в этом бою. А у меня ствол не опускается, потому что конструкция-то советская. Со всеми вытекают. Конструкция советская, увы, н пипецкая. Хотя, не, вроде опускается ствол. Но недостаточно хорошо, я не могу. Нет, я могу, я могу и сделаю это, умри. Я, как рыбак, я, как охотник, в засаде выждал. Выждал и нанёс внезапнейший удар. Итого, я вывез из этого умопомрачительного сражения 1658 дамага. Я чувствую себя просто лихим нагибатором. У меня прям солёный подрос. От такого боя. Надо показать свою среднюю стату на этом танке. Надо ввести правила. Если ты пишешь на моём канале в комментах, что я играю как днища, прикрепляй скриншот со своей средней статой. Причём из личного дела. А то я одного нагибатора недавно попросил стату. Говорю, какая у тебя средняя стата на этом танке? Скриншот. Он говорит, ну, примерно 2800. Тогда у меня примерно член до колена, чувак. Да, ну, конечно. УАА. Чувак из клана УАА набил 2400. Ну, на 54-ке вполне. Хотя нет. Молодец. Наверное, из кустов стрелял. Эктоморф набил 1600. Вот тот, который жаловался. Ладно, не суть. Личное дело. Техника. Дело техники. Средний дамаг на этой колеснице у меня 291. За три боя. В принципе, чего она там зарабатывает-то? Ну, за победу с бонусом 25% 110 косарей. Значит, чистыми это где-то 85, наверное. 80. Что-то около того. А за слив я получил 88. Причем за слив... Ну, при сливе я больше урона сумел навтыкать. В принципе, так себе машинка. УВН что-то какое-то мне не очень радует. Но на этом левеле, на третьем, уверенную победу одерживает лавка 150. Потому что арта это вообще... Вообще пипец. Дальше на арену выходят два истребителя танков. Они одного левела. Одной ценовой категории имеют цену. Они, по-моему, в 1000 голды. Давай-ка проверим у поставщика. Сколько... За сколько Софи Верфи готова отдать? Да, за 1000 голды. 1000 голды это у нас... 200 рублей. Да, примерно столько сейчас в черную пятницу этой машины стоит. Но зато она черная. Если вы любите черных... Это ваш выбор. Вот. Значит, по модулям они, в общем-то... По модулям АМХ-10П побеждает. Потому что у него два универсальных слота и один слот огневой мощи. Но тут тоже имеет место баг с перезарядкой. Да, тут написано одно время перезарядки, в бою совсем другое показывает. Зато жало быстро носится. Жало тоже сделано на базе нашей БТРки. Наверное, какая-нибудь БТР-80. Если что-то типа того, я в них не очень разбираюсь. Тоже имеет убогий УВН, абсолютно голимый, как и все советское в этой игре. Да, это вон советский. Саввецкий танк, а это французская. Французская корыта. Видите, углы склонения оружия. Минус 8, минус 6. Тут минус 5, минус 6. То есть вверх у них ствол одинаково задирается вниз, не опускается у советского вообще. Единственный плюс, который имеет жало С по сравнению с этим, это скорость. Она действительно гоняет быстрее. По всему остальному я сразу заранее отдаю победу МХ-10П. Значит, пробиваемость 213-282. Здесь 317 урона и 235. Но пробой, как я понимаю, меньше, потому что здесь точеным карандаш... А, 213-я здесь. Да, несмотря на то, что она стреляет точеными карандашами, все равно даже пробоя у нее меньше. И кумулятивов нету. А здесь кумулятивы есть. Имеют они пробиваемость 207 миллиметров. Прочтически такую же пробиваемость, какую имеет бронебойный подкалиберный вот этот вот снаряд ужало. Выводы, собственно, делайте сами. Я даже сейчас заранее перед боем открою личное дело и покажу, что у меня там на вот этом АМХ-е за 3 боя средний дамаг 3600. Где это? Жало Скорпионское. Жало С, смотрите. За 6 боев средний дамаг 1800. То есть, угадайте, какая машина мне больше нравится. Ну да ладно, давайте посмотрим. Я, конечно, не против побыть снизу, когда я с девочкой, но когда я нахожусь в толпе с еще 14 мужиками, быть снизу что-то совсем не очень хочется. Тем более нажали. Но что поделать, придется играть в тех условиях, в которых эта игра поставила, а не отдельно же потом записывать. Естественно, на этой карте фпс, стандартный фпс на моей могучей видеокарте это 40-50. Графоник, кстати, я даже не стал ставить ультра, думаю, может быть. Ну, в принципе, я уже сказал, да, на минималках картинка сыпется, но думаю, на ультра будет сыпаться вдвойне. Поставил просто высокий, в основном изглаживание выкрутил. Я думаю, что возможно дело в сглаживании. Может быть, сглаживание и 60 фпс спасут ситуацию. Но я бы сильно на это не надеялся. Опять наша умнейшая команда бросает чертям собачьим в нижний фланг, походу никто светить туда не едет. Ловить там, значит, кроме леща, кроме лещей вражеских тоже будет нечего. Дыма у жала нету, а вот у АМХ, у французского, дым есть, что позволяет сдриснуть в экстремальной ситуации, не понеся ущерба. Ну, Swingfire, видимо, поехал отдаваться вражеской команде. Мы запомним его смелым раком. Ждем, стоим ждем. Капли пота текут по моему экрану. Это бензин, наверное, выступил на мониторе. Враги также, видимо, замерли на том берегу в ожидании. Но вот только что я вижу, пролетел какой-то снаряд. Это Starship. Попробую прострелить ему гусеницу. Больше-то я, походу, ни на что не годен. 356 в священный люк командира. Нет эффекта. Нет эффекта. Очень точная стрельба, конечно, ужала. У него просто в копеечку попадает снаряд. Это ПТУР пошел. Ну-ка, где там ПТУР-авод засел? Он заслуживает получить посраки. Хотя бы от пугну, может быть, это спасло. Спасло наш танк от получения ПТУРа. В банк. Хотя я вижу вот эту 64-ку, которой половины здоровья не хватает. И понимаю, что ПТУР, наверное, долетел все-таки. Лысая резина моей БТР-ки не позволяет зацепиться за ландшафт. Я сползаю. Теперь ствол не задрать. Вот о чем... Что я имею в виду, когда говорю, что УВН у советской техники неиграбелен. Чуть-чуть на кочку заехал, передницей или задницей. Ствол задрался, опустился. И это уже не исправить без соответствующих телодвижений. То есть... Приходится ерзать много. Много ерзать, нарушая маскировку. Потому что пассивная маскировка слетает сразу же. Как и пассивная дальность обзора. А БМД-2, наверное, сюда не высунется. Чай не тупенький. Да ладно, быть этого не может. Опять врагов видно. Ствол не задрать. Жало, выстрел мимо. Вот он АМХ, конкурент наш французский. Пока их было видно, я пытался пристроиться. Советское УВН. А, что вы хотели. Старшип откуда-то из-за поворота теперь накидывает. Лихо он испужался. Еще 12-11, что как бы позволяет надеяться еще на нормальный исход этого боя. АМХ не может спрятаться за точным камушком. Пытается вместить туда свою жирную жопу. Получает в пердабак. Пытается сдриснуть. Но тут пердак у него бомбанул от попадания в 322 могучего дамага. Мать его. БМД-2 тоже уже покалечили. Сейчас уродовать начнут. Готов. Следующий кандидат. О, жало. Жало осталось. 31 миллиметр здоровья. В принципе, уже 1700 дамага есть. Можно начать рисковать. Можно куда-нибудь поехать. Поехать поддержать, например, верхний наш фланг. Конечно, я боюсь, что как только я этот фланг сброшу, он сразу сольется. Жало-жало торчит. В самую, сука, булочку. На самой, сука, заднице. Так, надо валить отсюда. Эту атаку поддерживать смысла нет. Тут и так справиться. Видите, как ствол поднимается? Вообще никак. Видите, как ствол опускается? Тоже никак. Просто это как, сука, на турнире копье у рыцаря. Четко, прямо. Вы чё, дебилы, играть будете или нет? Олень и конченый. Передаёт всем примет. Васёк, 27041990. Это он, видимо, когда Ник придумал, он приписал к своему имени свой номер домашнего телефона. Если вы узнали его код города, позвоните ему и передайте привет. В ответ сказать. Васёк, ну ты-то нагнул. Прости, мы тебя подвели, и раки позорные. Несёмся на скорости 75 км в час по взлёту на посадочной полосе. Доносится эта машина хорошо по прямой да по гладкой дороге, а ещё и с горочки, если... Ай, ай, нравится. Ай, хорошо. Что позволяет, в принципе, быстро сменить фланг. Это достоинство. Одно из немногих достоинств этой машины в моих глазах. Но ещё, конечно, есть чувство патриотизма, неслыханного. Ведь машина-то советская. Сзади БМДшка в кустах, наверное, засела. Я не знаю, может, она уже куда-нибудь свинтила, но, скорее всего, она всё ещё там. Поэтому, если сзади сейчас у меня полетят кумулятивы, я не сильно удивлюсь. Вот он, вот он и прилетел. Как правило, мыши в кустах сидят до последнего. Видно уже, что команда сливается, ей нужна помощь, но это не повод покидать свои насиженные кустики. Да, чувачок с ником Джексон163. Достанется же какому-то клану такой могучий игрок. Бум. Видимо, у него при выстреле снаряд в казённике заклинило, произошла детонация. Ну что, будем БМДшку дрюкать или не будем? Четвёртого левела БМДшка стоит. Ну, в принципе, да, была бы на пятого. Может быть, храбрости где-нибудь он бы и нашёл. Или я мог бы встать на захват базы. Я не знаю, когда из Алинимер введут, будут очки захвата что-нибудь значить вообще в этом мире. Или нет. Что? Что ж ты не светишь, окаянный? Сдриснул уже, небось, паразит. Наверное, сдриснул. Ага, вон он уже катается. Надо было мастера Тарана прокачать на эту тачку. Тогда бы я его сейчас с Тараном забрал. Что он, далеко? Нет, он рядом. Но я не успею его жало сейчас скрыть, да. Я увидел по миникарте, что там жало на прямой наводке стоит. И в итоге еврей с ником Эдисон забрал. Забрал Джексона 163. Самого известного парсезана в этом бою. Ну, в принципе, 3300. Сколько дамага? 3300. Передайте привет трактористу, блин. Дамаг достойный. Сейчас и денег я получу достойный. Я так подозреваю. Точу пипиську на сумму порядка около 255 примерно тысяч кредитов. Потому что я не сам светил. Если бы я сам светил, сам себе светил и сам себе стрелял, я бы получил, конечно, денег под 300, то и больше, но я стрелял по чужому засвету. Поэтому 238 тысяч всего. Золотая медаль. Медаль снайпера, да. Я был неплох. Я был очень хорош. Я на жале больше не днище. Я умею играть на жале. Я надеюсь, что теперь вы убедились. Уже второе видео, где я на жале, в принципе, нагнул. Но все равно жало мне не очень нравится. Все равно вот это вот колымашка рвет жало и так и сяк. Я надеюсь, что сейчас эти слова удастся подтвердить каким-нибудь делом. Господи, не дай мне обосраться. Честно говоря, вот на эту карту, да на эту сторону, лучше бы жало попало, чтобы... Жало попало, чтобы успеть доехать до города и пострелять по задницам тех, кто будет заезжать под мост. Но вот какой-то говноец сразу сходу мне помешал проехать. И я, скорее всего, уже не успею. В принципе, мне как раз-таки шустрые, особо быстрые машины в этой игре особо не нравятся, потому что я успеваю на них получить медаль Филиппа Киркорова, гордо слившись первым. А, когда я еду на этой скорости, да, еще при этом записываю фрапсом в 60 фпсах, мои кадры в секунду колышутся около двадцаточки с лишним. Я надеюсь, лишь бы картинка не сыпалась. Господи, лишь бы ты не сыпалась, тварь. Держись, картинка, держись. Иначе следующий летсплей по этой игре будет, блядь, скриншотами. Я не знаю, может объявить сборной Nvidia Titan, как вы думаете, выстрелит? Подайте на Титан. Бывшему, этому, как там Воробьянинов говорил, бывшему кому? Бывшему председателю Государственной Думы. А, депутату, наверное. Так, у них жало, в общем-то, уже сыграло, что лишний раз подтверждает то, что на жалах играют не очень умелые игроки, но, видимо, половина из них сидит на моём канале в Ютубе и пишет мне, что я играть на нём не умею и зря на него сру. Так, хобот. Ну что, бахнуть этот хобот, что ли? Он почуял неладное и куда-то скрылся. В принципе, у меня что, у меня истребитель танков же, да? Я вообще тут находиться не должен. Но нахожусь, долг зовёт. Кто, если не я? Цель БТР. По-моему, водитель не очень ориентируется в технике, да? Ой, 409 хоботу прилетело. Зачем? Зачем ему это было нужно? Да ёб твою крысёныш поганый. Ты посмотри, а, 62-й. Стоял там, поджидал, наверное, сука. Час, наверное, там стоял, чтобы кому-нибудь докинуть оттуда свою плюху. Так бы я вообще замечательно забрал сейчас этого хобота. Комуулятивный, 555. Что значит джекпот? Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл немножко доната на суше, надеюсь. Нет? Не пробили. Ёб твою мать. Присо бронебойный. Хотя вот, маркер-то зелёный, я не знаю почему. А вот теперь взорвали. Очень, ну, не так точно, как жало, но нет, всё-таки точно, точно, очень хорошо. Хорошая точность. У неё не в смысле, что кружок сильно маленький, а в смысле, что снаряды летят прямо вот в этот треугольничек. Ровненько, ровненько. Если руки не дряжут, если руки с перепоя не трясутся, как у синеболова последнего, можно очень точно и классно стрелять из этой, из этой пушки. Так, 62-й, который мне плюху дал. Боб Мартвис. Я приговариваю, я обвиняю тебя в том, что ты говнюк такой нанёс мне непоправимый урон в размере. Да какая разница, в каком размере. Ты должен понести заслуженное наказание. Сейчас я пристроюсь точно так же, как ты мне в спину. Сейчас твоя жопа. Получи в гуслю. Подонок. Получи посраки. Первый коронный и второй похоронный. Будешь знать, как стрелять в борта в следующий раз людям на АМХ 10П90 с ником Дуды Дабл Ю, блин. Так, сейчас мы должны засветить ещё одного недруга, но он там умело закрысился за камнем и ничего у него оттуда не торчит. Бам! Мы несем потери, но сука, мы штурмуем высоту, как при Сталине. Все в атаку, ни шагу назад. Очень любопытно посмотреть за этой ситуацией. Бам! Ещё одного вынесли. Сейчас смотри, третьего. Вот видите, какие полоды приносит сидение в кустах на базе, как крысятничество. В этой игре она в большом почёте. Она приносит большие барыши. Он просто забрал двоих. Я туда поеду, и я там рядом с ними буду чидить, стоять. Сам он не вылезает, он знает, что сюда уже целится. А, вот он. Сука, у меня терпения не хватило дождаться, когда эта мышь серогорбая высунется. Всё, он вообще закрысился. Игрок, блядь, от бога закрысился, защемился в самый дальний уголок. Чтобы никто не уволок и сидит там. Сейчас 54-ка его довонёт, я думаю, они его заберут. Я пока кукурузу наберу её, кстати, в багажник. Бам! 54-ка получает на 439. Вот смотрите, вот этот чувачок, который в уголке сидит, он уже набрал себе 2000 дамага, мне кажется, там, крысятничая. Бам! Ещё одного. Вот как его оттуда выковыривать? Вот, господа разработчики, вот вы вот сделали вот эту яму там. Вот объясните, как её штурмовать? С той стороны прикрывает его ещё один АМХ, они оба по 3 фрага сделали, именно разобрав нашу команду в этом месте. Я не хочу быть на их счету четвёртым, ни у одного, ни у второго, поэтому я, пожалуй, вернусь на базу и давану. Вот там леопарда, ещё кого-нибудь. Я не собираюсь эту крысу выковыривать. Я не уважаю, откровенно не уважаю игроков, которые играют весь бой на респе. Если ему это весело, если он получает этого кайф, пусть продолжает сидеть там дальше. Да, он добил дамага явно больше, чем я, и теперь может смело называть меня днищем, кидать мне свои скриншоты средних повреждений, но мы-то знаем цену такого скилла 3 рубля 50 копеек в базарный день на распродаже. То есть, человек не умеет ничего, он умеет сидеть на базе и ждать. Красавец вообще, красавец. Какой-то у него ник, я что-то не посмотрел. Прорекламировать-то пацана надо, чтобы ему сразу приглос в клан кинули. Да не оба, в общем-то, хороши, какая разница. Скажете, вы истребитель танков, он должен так играть. Я тоже истребитель танков, я так не играю. Главное, почему-то никто в чат не написал, что он какой-то нехороший человек и что его мама такая же не очень прекрасная женщина. Терпение у нашей команды мне нравится, молодцы, не теряют марку. Сейчас я объеду этого леоперда, я надеюсь. Я бы зарядил, конечно, кумулятив, но что-то чувствую, что сейчас у кумулятивного снаряда рандом будет не на моей стороне. Вот смотрите, еще одного нашего слили. Они просто заняли эти места. Я могу тоже так же встать здесь и ждать. И ждать. Да, и ждать и все. И кончится этот бой славной, старой, доброй, ничейкой походу. Бам! А вот и мы у них одного поджали, минусанули. Правда, он меня высветил, и теперь, скорее всего, вот эта вот мышь будет смотреть в мою сторону. У них еще и арта жива, что ли? Вот уж от кого я вообще. А, 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 так если арта жива, почему, почему наша арта не забрала вот того вот товарища, вот там вот, вот, почему наша арта вот туда не кинула? Она может туда закинуть, она может переехать туда закинуть. Но наша арта, это, не знаю, сверх пассивная какая-то. А, не имеет интереса к тому, чтобы убивать людей, видимо, она пацифист, сау-пацифист воздикал. О, нашу, нашу арту слили, господи, я в печали. Она была так молода, она мне так нравилась, столько пользы принесла. О, фуловый стоит и крысит, правильно? А что еще делать, если ты, если ты на фуловом истребителе танков? Ну что, наша арта, может, кого-нибудь добьет? Как вы считаете? Будет наша арта добивать? А это, смотрите, фуловый, я почти шотный, он фуловый, и он на меня не вылезает. Правильно, нахрена, надо. Надо с секундом быть до последнего. Арта наша пытается кинуть по этому, вместо того, чтобы замочить того, который в поле. Леопард, молодец, не растерялся, забрал арту. А, ну вот сейчас Леопард зря подставляет борт тому грызуну, тому тушканчику, который там в поле стоит. Но он уже куда-то сриснул, он, наверное, опять туда на горку, на базу залез, мышь. И тут, естественно, он кинулся бежать, а что ему, а что ему еще делать? Да, и, блядь, в этой тупорылой перестрелке, естественно, я проиграл только потому что у меня здоровья не было, а Леопард, Леопард внезапно включил тупого и стоит. Мне вообще интересно, а, у нас арта вообще вся сдохла. Правильно, Леопард кинулся сливать арту, а что еще? Естественно, не добивать же вот этих вот истребителей танков, которые в данной ситуации в два раза опаснее. Тут же Свинкфаер пытается что-то кого-то подщемить, я не знаю, что он тут будет делать. Вот, давай, давай останавливайся, блядь, наводись, ёб твою мать. Да хуй там плавал, конечно, надо дальше поехать, да, 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 на Свинкфаерах вообще играют замечательные люди, ейбок. Остановился, что-то посмотрел, блядь, надо еще пойти поехать. Естественно, Леопард стоит в такой позе, чтобы мимо его жопы ни один снаряд не пролетел. И в этом бою победу одержит тот, кто в кустах высидел лучше. Это вражеские АМХ-ы. Отлично. Но я уже не раз говорил, что бои на четвертом левеле, это на редкость мразотное кустодрочение. Сейчас Леопард наш танкует жопой, потому что жопа его из-за поворота покажется гораздо раньше, чем его ствол. Сейчас он вообще какой-то брачный танец, блядь, ламантины. На, нахуй, правильно. Доездился, ёптась. Надо было давить, когда я ехал, чувак, а ты в это время, блядь, стоял по арте, стрелял зачем-то. Да, это был печальный бой у прудов. Но, в принципе, я 2000 дамага накидал, я подозреваю, что я ещё не слабо насветил в этом бою. Всё равно при этом АМХ этот мне нравится больше, чем жало. Вот, хоть убейте, а победу на этом левеле я всё равно отдаю АМХу, потому что на нём реально круто фармить. Я на нём денег уже привёз больше, чем на Тайфуне, мне кажется, за все его бои. 125 тысяч за поражение, да, 700 разведданных. Опытная крыса Дувинтор на этом танке накидал, 5000 дамага, стоя на базе, как последний чёрт. Ну да ладно, кто мы такие, чтобы победителей типа не судят, но он всё равно чертополох конченый. Я просто видел, я это видел в оптику, как он играет, просто пиздец. Ладно, переходим на технику шестого левела. Тайфун не в счёт, потому что Тайфун это входит в премиумное издание, эти машины я в расчёт не беру в этом видео. В этом раунде схлестнутся МБТ-70 и ВФМ-5. Ну, собственно, в чём разница между этими машинами? Это два разных стиля игры. Этот танк с понтом, что попрочнее, хотя он пробивается в нижний лист и вот ровненько вот в эту оптику. Почему-то вот Челленджер, Челленджер 1, в точно такую же оптику теперь не пробивается. МБТ-70 в эту оптику пробивается пробивается лучше, чем Саша Грей лупится в жопу с неграми с большими членами. Это минус этой машины. Подвижная, немножко косонькая, зато альфа-дамаг огромный, но при этом она перезаряжается дольше, чем средневековая Берданка. ВФМ в противовесу очень подвижный, очень классный, немножко поточнее стреляет, дамаг у него на порядок меньше, правда, он 339 у ВФМ против 478 у МБТ. МБТ-70 это типичный бревномет, ВФМ-5 это типичная мандовушка, которая может вернуться и базу по 10, и кинуться и арту забрать. Очень маневрная, подвижная и фановая машина. Ладно, в итоге смотрим. Я, конечно, видел немало счастливцев, которые на танке могучий бревномет 70 бывает в топе и доминируют над пятыми левелами, но сам я в числе, самого меня, вернее, судьба так не балует. Я максимум один раз попадал против пятерок, все остальные разы я играю стабильно с шестерками, вот и сейчас мне не повезло, мне придется бодаться с врагами на равных. Ну, хотя внизу у них есть пару пятерок, но это чифтаны, то есть для МБТ чифтаны это сейчас, не знаю, разменная бочка с хилсами, на которой можно нормально набиться, навариться, особенности эти чифтаны играть не умеют, но в ответку чифтан не так сильно бабахает, как МБТ со своими хреновинами, особенно если кумулятивом по заднице лупануть. Ну, собственно, влобешник кумулятивы МБТ, они на этом уровне против шестых не очень-то котируются, потому что тут очень много уже экранированных всяких таночков пробиваемость, ну, в принципе, 385 в идеале, это в принципе хорошо, но что-то вот серьезно, я кумулятивам МБТ не доверяю. Мне кажется, что что-то написали одну цифру, а на деле там миллиметров 200 пробития у них. Я вообще к кумулятивам отношусь в этой игре со страшным недоверием, я даже на советах иногда не играю на кумулятивах, потому что они очень много раз меня подводили, когда надо какую-нибудь арту добрать, прилетаешь и начинаешь по ней стрелять без дамага, это, блядь, выше моих сил просто, поэтому я лучше, я лучше поменьше, но наверняка. Наш БМП-3 уже отправился в лучший мир, вражеский в ответку тоже отправился туда же, но мы снова решили принять на себя сука эстафету отстающих и слили еще двоих, тут же кинулись наверстывать наши соперники, еще один слился, правда с фрагом по-геройски. Это он где, за сугробом, что ли? Ну точно не за заборчиком, да? Хреново, хитрый попался. Я просто вижу, что вся наша команда решила занять высоту, с этой высоты очень удобно ни хрена не делать, поэтому они все там, каждый бой, я не очень люблю играть с этого респа, потому что здесь команда стабильно тупая, они стабильно стоят на горе и стабильно ничего не делают. А, на заводе я, да еще кто-нибудь в неравной схватке огребаем. Блядь, ну что он там? Светится он там, не светится, я ненавижу эту карту на самом деле, вот за эту херню, потому что там какие-то, блядь, насосы, какие-то заборы там, начинаешь выцеливать противника, его там видно, не видно, он что-то моргает, блымает там, хер просыш, стрелять, не стрелять, ёптась, в каком-то месте через дом можно, блядь, стрелять. О, вывалился. И, конечно же, мимо, потому что навскидку стрелять из МБТ, это все равно, что я не знаю. Мне кажется, Пушкин с Дантесом также стрелял навскидку. Мы знаем, все знаем, чем там дело кончилось. Рикошет не пробили. Зато меня прям через бочку. А, ну да, и, конечно же, скорострельность у этого танка полная говно, это надо, это надо, рикошет не пробили, блядь, это просто пиздец, я не знаю, наверное, наверное, в этот танк иконки забыли повесить, потому что, ну, это полный пиздец, не пробить Чифтана в нижний лист с пробитием, блядь, 419. Сука, почему я не могу через эту бочку стрелять? В меня все стреляют. Нашу броню пробили кумулятивом. Мимо кассы, охуенно. Команда заняла, задала отличный темп слива, который остается только поддерживать на самом деле. Да, на этом фланге слева я вообще один. Ловить мне тут нехрен. Сзади враги, спереди враги. Если что, вот этот чувак не очень умен и подставляет борта на 72. Туда, сука, и выхватывает. Опа, опа, Чифтан, Чифтан. Правильно, Чифтан, не смотри на меня, не смотри на меня. Нет, только не тарану. Найте, напоследок. А, нет, не бейтесь от меня, оставьте меня в покое, я жить хочу, я жить хочу. Я еще молод. Блядь, не успел, потому что слева забрали. Но команда состоит на 80% из аутистов. Тут бесполезно было что-то делать, будучи одному, одному на этом фланге, практически одному, а стоять на, стоять на горе с такой точностью, как у бревномета 70, ну, там просто нечего было делать. Но даже в такой говеной ситуации, когда ты играешь, сука, с мутировавшими грибами, в команде все-таки 2000 дамага я нацарапал, но думаю, что надо сделать рестарт этого боя, потому что это полный бред. Команда оленя, и все друг друга начинают называть оленями. А что ты сделал для хип-хопа? Вот у меня такой вопрос. Вот XM1 вообще красавчик, поехал и начал танковать в одного. Слева враги, справа враги, спереди враги, сзади тоже враги. Его это вообще не смутило. Наверное, он любит гэнгбэнги, он любит порно с гэнгбэнгами. Кстати, хотите прикол, при том, что я сыграл в этом бою крайне неудачно, как полный рак в своей команде. Я, сука, первый по дамагу. Вот вы представляете, к кому меня кидает, да, в этом можно типа на команду сваливать, последнее дело, посмотрите, Т-72, ноль урона, БМД-2, ноль урона, Леопард-1, опять, ноль урона. У них вон тоже Т-72, ноль урона, но это единственный, кто ноль урона. Остальные вон 3-3-3-2-3, ёптать. У нас-то вообще тут просто, я не знаю, это, Ракостан какой-то грёбанный. Ну вот, вот этот боец получше, уже тут спортивный интерес повыше. Шестёрки в топе, пятёрки в попе, но у нас, правда, один опять АФК-шат с ником Убивкиц. Я не знаю, что такое Убивкиц, но Убивкиц реально, сука, АФК-шат. Это не очень хорошо, на самом деле, когда в начале боя вас сразу становится не 15, а 14. Всё равно считайте, что он поехал и утопился. И самое говно, что регулярно это происходит из-за бана-чата. Я не знаю, почему в этой игре такой бан-чат, а он срабатывает. Вот кого-нибудь кого-нибудь там оскорбишь и бан-чата срабатывает, когда вы потом заходите в следующий бой, в следующем бою, прям вот вы нажимаете в бой, у вас включается экран загрузки, вас кикает из игры или прям посреди боя кикает из игры и вы не можете с забаненным чатом, вы не можете вернуться в бой. Вот это что? Самое дерьмовое это. Это не меня. Вы там таким образом вы больше наказываете не того игрока, которому вы чат забанили, вы всю команду того игрока, новую команду того игрока наказываете. На этой карте багует время перезарядки. У меня 12 секунд, но после выстрела сейчас... А, это смена боеприпасов багует. У меня почему-то птуры заряжаются. Вот, видите, 9 секунд. Но многие говорят, что багует счетчик. Это багует смена боеприпасов. Она на самом деле не срабатывает. Видите, 0. Горит, горит, горит. Опа, зарядилась. В уме 3 секунды прибавляем. Он там стоит. Куда попал снаряд, блядь? Во что попал? Хуй его поймешь. Я просто в оху. В жопу эту улицу, блядь. МБТ очень медленный танк. Он не успевает заехать и занять какие-то выгодные позиции. Он уже подъезжает на фронт, когда там ситуация уже сложилась. То есть, мы должны были в теоретически в идеале встать на изгибе улицы напротив врагов, но в итоге враги его заняли. Мы стоим, блядь, в жопе нахуй стреляем по ебучим машинам, которые, блядь, напарковали тут какие-то, сука, гондурасы. Это полное говнище, на мой взгляд. Поэтому я, блядь, буду давить параллельно улицу и в одного буду давить, потому что вся наша команда, смотрите, вот сборище долбоебов натуральных. Долбоеб обыкновенный, и все толпой стоят на снегу. Против них, конечно, такая же... Снаряд, снаряд ветром сдуло. Я все, блядь, не могу отвыкнуть после игры на АМХ и нажали, где точность близка к абсолютной, даже на вскидку. Здесь ты останавливаешься, ты, сука, сводишься, как средневековое, блядь, оружие. Такое ощущение, что сейчас твой танк выстрелит не к амунитивам или бронебойчикам, а, блядь, ядро пушечное полетит нахуй, кривое, блядь. Это вот такие вот ощущения от этой машины. Я надеюсь, что сейчас не дадут Леопарду меня расстреливать с горы в задницу, я смогу еще раз высунуться. Правда, меня там, скорее всего, уже караулит. Да. 72 Урал получает призовую плюху. Ну, давай, грузовичок, спаси меня теперь от дамага. Блядь. Провезло. И Судзу кто-то свое классно припарковал. МБТ, там чуть дальше, на него надежды нету. Сейчас посмотрим. Куда-то, блядь, машина пропала, которая передо мной была. Вероятно, она, да, отразила от меня. Не, я, наверное, гуслей на нее наехал. Либо меня тоже попытались. А сейчас у меня мышка заглюканила. Но это не спасло вот этого чувачка на БМД-2. Пришлось ему разлететься в дребезги. Коммунитивом, как я сказал, веры у меня больше нету, поэтому Леопард получает бронебойным. Ну все, оставляю его на съедение, едем дальше. Хрен ли одного толпой забирать. Добрали. Я просто знаю свою перезарядку, которая теперь уже не 12, ровно, а 11-43. Видимо, заряжающий мой бицуху поднакачал, стал быстрее поленья в топку закидывать, скажем так. У меня постоянно бывает так, что в начале боя я приезжаю и первым в нашей команде получаю плюху. Это хороший признак. Это значит, что получив вот эту вот звездюлю, я сейчас обозлюсь просто и порву им жопы без всякой смазки. Серьезно, постоянно так бывает. Уже какой раз за собой замечаю. Пропустил, пропустил выстрел. Хулия как днища, бля. Все, нахрен. 2000 дамага набить, набить. Но сейчас я 2000 дамага конечно набить просто не успею, потому что не успею приехать за артой, как я ее аннигилирую. Ну, на этот чувак на своем БМПТ. Что-то БМПТ тут как-то аномально быстро носится, мне кажется. Бам, арта, бам, вторая. Ларик 83 просто доминирует. А на форуме я читал, что там нытики пишут. Ой, разрушаемость. Чуваки из улитки, зацените, разрушаемость завезли. Только я, блядь, застрял, правда, в этих руинах. А так, годнота, вообще, годнище. Лучше, чем когда два с половиной туалета на карте разрушаются. Правда, выстрел, блядь, опять где-то, сука, в сосновых елках, наверное, запутался. Да, пробитие все-таки осуществилось. Дева Мария помогла. Не-не-не-не-не, я знаю, что он хочет на ОВН меня развести, да. Ну, нет эффекта, естественно, откуда ж там, в люк выстрелить, блядь. Снаряд с квазняком просто относит, он постоянно прилетает не туда, куда я целился. Нет эффекта, блядь, под башню маску орудия, но это вообще аномалия. Мне кажется, что этот танк понерфили в плане рандома, что он теперь рандомно ни хрена не тащит, то есть не рандомит ему пробития какие-то. Ну, две с половиной тысячи дамага. Ну, так, машина, она вот, ну, фармить на ней, когда очень нужны деньги. Так она просто очень умыла. На ней, ну, скучно играть. Вот, по сравнению, по сравнению с вот этими мобильными машинками, да, что АМХ, что Жало, что ВФМ, да, он может быть фармит лучше, чем они, но на них играть повеселее, потому что они динамичные, они как-то более активные в бою. Это бревномет, он вот куда поехал, на какой фланг, там он будет до последнего, неважно, сливается фланг, давит, поменять направление на бревномете просто невозможно. В добивании, ёпта, я разведчик, аху. Удивиться можно просто на втором месте по дамагу, не на первом, ну, кто арту добрал, да, сам себе посветил, сам себе надамажил, вот, две арты, да, это лишняя тысяча повреждений у него, так у него тоже 2500 было бы, но он просто подорвался, подсуетился и поехал, арту закрысил в одно лицо, поэтому первый, но зато я разведчик, что вообще аномально, и при этом 328 тысяч бабулесиков за победу, за не самую смачную, да, бой был вялый, но правда разведданные свое дело сделали, в общем, фармит танк годно, намного лучше, чем Тайфун, но играть на нем, в принципе, скучновато, ну и мой любимец, которого, в общем-то, я как купил, так долгое время с него не слезал, пока не нафармил себе на, на что-то там, а, на Т-90, я вот на нем фармил, надел там ВФМ, вот, ВФМ, средний дамаг 2600 за 12 боев, 2600, я считаю, очень неплохо, на МБТ дамаг просел до 2300, ну, потому что первое время я, он, я аккуражился, в принципе, старался держать там около трешки среднего дамага на МБТ, но потом он все-таки наскучил, вот он надоедает в этом плане, ладно, поехали, осталось только на фановом танчике, закатнуться удачно, ну, и потом еще надо показать премиумный танк за бета-тест, имело бы, имело бы смысл сравнить его с бета-тестерским КВ-220 из картошки, который как говной, последняя без голды вообще никого не пробивает, шлюховоз ебучий, ладно, понеслась, ну, ВФМ-то закинуло, конечно, просто по-королевски, но его, в принципе, часто так кидает, на мой взгляд, он гораздо, намного чаще попадает в бои к пятеркам, чем МБТ, вот на МБТшке, на бревномете это вообще редкость, а ВФМ-чак, частый гость на пятом левеле, но впервые, я вот так, единственный шестерка в боях, МБТ, ВФМ, вернее, он и так быстрый, и дерзкий, и как пуля резкий, и смертоносен, как Кобра, опасен, как Кобра, для, ну, конечно, надо встать на дороге, ты что, как, смертоносен, как Кобра, а, блядь, в смысле сбил меня, олень, опасен, как Кобра, для голой задницы маленького мальчика, который повисел в лесу, насрать на какой-нибудь гриб, не знаю, я что-то другое хотел сказать, но, блядь, сбили демоны, значит, куда я хотел, я даже забыл, куда я еду, видите, как легко меня сбить, с правильной волны, на скорости 70 километров, летим срочно за бархан, пока по жопе не съездили, попытаюсь кумулятивами напихать, конечно, результаты, походу, будут, мне кажется, плачевными, например, как насчет встать здесь, и подождать, вот, кстати, на низких настройках графики здесь кустонет, цель обездвижена, цель обездвижена, лучше бы дамага, дамага нанес, но, в принципе, это запишут в помощь, ведь он стоял на гусли, когда его убили, а загуслил его я, ой, да в жопу, блядь, эти кумулятивы, нахуй, вообще ненавижу ими стрелять, вообще, профита ноль, кто-то меня засветил, пока менял, сука, с ссаной и снаряды, вот, стрелял бы я три раза не кумулятивом, а бронебойным, у меня, вообще, было уже дамага под, под 900, если не 1000, блядь, но, нет, из жадности надо херачить, блядь, шприцами кумулятивными, то есть, без дамага, типа, лучше, лучше я вообще ничего не нанесу, из жадности, чем, нанесу мало, из-за рационального расчёта, блядь, рационализм не наша фишка, наша фишка на анаторство, странно, что меня никто не засветил, после такого дерзкого выстрела, критическое повреждение гусеницы, но критическое повреждение гусеницы, это не повод порваться, естественно, он продолжает ездить, так, сейчас пуля в снаряд пролетит, не, на самом деле, тут опасно становится высовываться, наши там продавили поверху завод, надо, надо туда мост усунуть, это лёгкий танк, он быстро ездит, надо этим пользоваться, надо менять, фланги, направления, там, бэм-бэм, сюда-сюда, хоп-хоп, хоп-хоп, чита-хоп, ну чё, высунется эта хрень, нет, и на скорости 20 километров, как я понимаю, прицел вообще, 25 километров, если едешь, прицел, разброс не получает, а вот если набираешь уже больше 25, это для тех, кому, кто купит этот танк и будет на нём играть, да, как вам перестраиваться можно, один раз эр кликаете, на первой передаче едете вперёд, это как раз ровно 25 километров, а вот если больше, то прицел начинает расползаться, то есть на второй передаче, получается, прицел средненько сейчас должен, да, а, тут второй передачи на этом танке нет, к сожалению, кликаешь второй раз эр, и он набирает полный ход, БМДшка, бля, у меня мышка почему-то беспроводная, в сон уходит, тварь грёбанная, я не жалуюсь, и ничего на неё списывать не собираюсь, но, блядь, мне это что-то начинает напрягать, надо БМДшку забирать любой ценой, она просто морально надоела, да, естественно, какая-то мышь меня тут же втащила ERC-990F4 какой-то, блядь, ну, это истребитель танков, конечно, который там на 25 линии играет, как обычно на базе, то есть, машина пятой линии, это респ база, вот, таких умельцев на истребителях танков, на всех уровнях до хрена, это очень бесит и расстраивает, даже вот, не видно из невидимости, откуда-то летят снаряды, пробили, пробили, но, можно, можно подобраться и к таким жабам, и накидать им, собственно, и у них там 6 человек живых-то только и осталось, надо что-то делать, надо, дамаг-то надо набивать, 1200, что-то вообще ни о чем, да, ёб твою мать, они нарочно убиваются, моих союзников, лишь бы не отдаваться, походу, мне на растерзание, такое ощущение, что я их страшнее всех убью, прям, давай кумулятив зарядим, бмдшку кумулятивом заберем, блять, ее кто-то коцнул, как назло, ствол не опустить, хорошо вперед, газонавна, единичка урона, блять, не зря кумулятивку зарядил, да, 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 отлично, вообще уникальный бой, супер, а вот, 1600 урона, все-таки в невидимость плюха влетела в этого, в истребитель танков, вот, на 372, но это, наверное, худший мой результат вообще на этой машине, огневая поддержка, правда, еще, еще тысячи того, и того машина вообще, ну, бой-то халявный был, привезла, короче, 213 тысяч денег, но, в принципе, я думаю, что я не буду снимать дополнительный бой какой-то, вы можете пройти на видос про Черную пятницу и посмотреть там два боя на этой машине, очень фановый, очень с нормальной прибылью, я перед этим перепутал эту машину с АМХ, на АМХе лишний бой сыграл, но там что-то пришлось слиться по-быстрому, вот, в общем, что осталось, осталось только объект 155 премиумный, сейчас мы заценим его и будем закругляться, ну, и, наконец, мой премиумный объект 155, насколько я знаю, машину-то вроде как купить нельзя, у продавцов, но покажу, просто потому, что вот она у меня есть, машина-то в рандоме отнюдь не редкая, потому что, мне кажется, что все, кто играет в армату, играет в US-BTA-тест, что у меня такое ощущение, вот, не повезло попасть на эту карту, потому что, увы, ну, танк абсолютно галимый, и тут на нем делать практически нехрен, в связи с этим, да, танк очень кривой, корявый, у него одно гнездо только под оборудование, вот, кто-то решил удариться об мою жопу, и нанести себе 26 дамага, зачем ты, зачем ты сам себя бьешь, чувак, зачем ты это делаешь, вот, одно единственное гнездо под оборудование, я поставил на него оборудование, хреновину, короче, которая прокачалась на пальмарии, на арте, да, которая дает дамаг, и скорость сведения, потому что, ну, скорость сведения у этой машины на глаз, так, примерно полчаса, серьезно, можно чайный пакетик заварить, пока этот танк на цель наводится, это просто жопа, вот, и он люто косой просто, еще у него фугасов нету, вот, я да что люблю добивать врага шотного фугасами, так вот, у этого танка фугасов нету, и это меня несколько раз на нем подводило, и выводило, естественно, сейчас я вот попробую на вот этом козырном месте, пострелять, но я знаю, что оно, не, в принципе, смотрите, УВН-ки хватает, УВН-ки хватает, обзора не хватает, вот, что-то нихрена, еще один чувак решил об меня удариться, вроде друг друга только чиркнули, один из дамага, неужели краска, блядь, так много значит на танке, да, 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 вот, у 54-ки, у ВН, не позволяет ей стрелять, не высовываясь во весь рост, с голой грудью на амбразуру, поэтому он сейчас спонсирует эту перестрелку, собирая дамаг, принимая дамаг на себя, неужели я сейчас не пробил этого леопарда, ну, видите, да, что происходит, куда летят снаряды, ну, поэтому-то попасть надо, снаряд и то сделал крен, и полетел куда-то в гусенице, его подперли, ему не дают уехать, из-за него просто очень классно будет прятаться и стрелять, поэтому, видимо, его на съедение отдали, но не привезло, чувак, команда корыстна, вот куда я сейчас выстрелил, я что-то вообще не понимаю, вот почему я сейчас не попал, объясните мне, что, 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 что не так с этим танком, почему он так стреляет, это он, конечно, не такой косой, как тыковые 220Т, из картохи, тот и косой, и кривой, и медленный, и стреляет, он не пробивает, ни хрена без голды, то есть, вот мудила, блять, почему я его не увидел, пока не выехал полностью, ёптаю, так, я на этой гусенице, походу, буду до завтра стоять, почему-то у меня местами перепутаны модули, блин, абсолютно передрюканы, поэтому я получил лишнюю плюху, сейчас только что, чуть на восьмерку, у меня у всех танков одинаково расставлены оборудование, вообще огнетушитель надо ставить на восьмерку, потому что надо покупать автоматически, он сам сработает, и запомнишь, что на шестерку это ремонт гуслей, на семерку это аптечка, длинноводчика, ёпта, и быстро-быстро это нажимать, вот я сейчас, на этом танке у меня стоит неправильно, поэтому я так долго простоял под огнем, но повезло, что хреново не пробивали, вообще они, конечно, все делают на редкость правильно, один светит, один стреляет, у нас такой слаженности в команде не наблюдается, почему Влад до сих пор жив, я не понимаю, а он стоит за трупом товарища, лучше нет товарища, чем очко, чем влагалище, блять, как там это, лучше нет влагалище, чем очко, мертвого товарища, блять, хуйня какая-то, о, это хороший шанс, видите, видите, он даже сводиться не сразу начинает, сначала пару секунд, полный разброс стоит на экране, и это полная жопа, каким-то чудом, сейчас вот дамаг, на мой взгляд, пройти не должен был, да, я в самый низ гусениц попал, но дамаг прошел, я уж молчу про то, что снаряды пролетают здесь через трубы, да, но это все знают, мне кажется, кроме вот того чувака, которого я убил, он походу был не в курсе, но теперь будет знать, будет умнее, некоторые объекты, просто в этой игре до сих пор нематериальны, вот один дом на карте вечная мерзлота, здесь вот эти трубы, еще где-то что-то было, о, исчез, появился, попадание, куда его в башню, что ли, пробил, ну да, командира танка, или наводчика кого-то вынес, очень удачно, ну что, пойдем проверим, скорпион на месте, с БМПшкой нет, куда-то сдриснули, правильно, запахло жареной котлетой, оп, хрена нас, так, за дюнами, готов, странно, что вот, скорпиону убили раньше, чем опасный, опаснейший танк, Леопард 1, который, Кэти, а, Кэти, ну, вообще-то, дам вперед, надо было ее первой замочить, тем более, я думаю, что это, Кэти, на самом деле, какой-то трансик, я что-то не верю, что в армату девочки играет, ну, вообще, их уж за все годы существования картошки набралось-то, дай бог, 100 человек, среди миллионов мужиков, так что здесь, ну, наверное, сейчас где-то 1-2 должно быть, заметьте, даже эта ведущая, которая в кастинге появилась, она что-то нихуя не ведет у них, странно вообще, где сиськи-то, я за что голосовал, да, он решил сам залезть под пули и помереть лучше, чем жить, играя в такой команде, ну, смотрите, что 2 500 дамага, да, в бою, в равном, в общем-то, в основном равный бой, да, двойки есть, конечно, у них командины не так много, очередной горе-издок, пытается меня объехать, да, 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 конечно, вот, бой был равный, но танки, премиумные танки 3-го левела, да, как и 2-го, они в основном рассчитаны, они не так гнут, как они рассчитаны, чтобы тащить на скиле, очень удобно играть против раков, которые играть не умеют, поэтому так люто тащат жало, так люто тащат АМХ, там, в определенных ситуациях, в редкостных боях, да, но увидели, как и что в одном из боев сделал АМХ, который просто закрысился, на базе, и начал сливать наше рачье, которое стало к нему туда лезть, он просто выиграл тот бой, да, у него серый горб, теперь и крысиный хвостик, блять, вырастут, и член отвалится под утро от моих проклятий, но он сделал то, что сделал, бой он выиграл, ладно, понятно, когда, пока они его загрызут, я это снимать не буду, сразу результаты покажу, ну, смотрите, как неплохо, на объекте 155, 178 тысяч денег привезти за 3000 урона, я видимо в кого-то попал, там все-таки в невидимости, 4000 опыта, свободно, это, под перевод это смысла не имеет, по-моему, все-таки, на третьем левеле, да, у него и конкурент, на третьем левеле, объект 155, это лучший фармер, он лучше, по-моему, чем лавка, ну, может мне просто на ОБТ играть привычнее, но мне очень, в принципе, ну, на мой вкус, поэтому ОБТ, бля, а почему у него вот это колесо другое, интересно, вот, надо спросить у гугла, что за особенность конструкции такая, в общем, вот такой получился видос, он получился длинный, сочный, смачный, как многие просили, как многие хотели, но эти же многие, наверняка, до конца не досмотрят, не знаю, поможет ли это видео, кому-нибудь выбрать себе премиум танк, но надеюсь, что хотя бы было весело, так что, что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите, и адьос.